И всем привет, ребят! С вами Мистер Банки, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен продолжению рубрики, связанной с корпусами и лучшими комбинациями. Сегодня у нас на поиске дня обзор одного из самых мало используемых корпусов в игре. Это тяжелый корпус, титан. Конечно, может не самый печально использованный из всех, да, то есть есть корпуса, которые используют еще меньше. Например, в предыдущем видеоролике был Хантер, который также мало используют. Вам эта идея вся понравилась, поэтому мы продолжаем. Что касаемо титана и лучших подборок, то здесь есть определенно свои лучшие стороны по пушкам и есть худшие стороны. Понятное дело, что ты с тяжелым корпусом при любом раскладе не будешь использовать никакую ближнебойку, потому что она не будет себя хорошо показывать, если это, конечно, не какая-то турбокомбинация с интересным каким-нибудь дроном. Поэтому сегодня мы покажем какую-то дефолтную классику средних игроков в матчмейкинге, которые могут играть в режимах по типу осады и могут реализовывать подобные комбинации на изевой, спокойной атмосферочке без никакого лишнего пота. Сегодня мы к титану покажем смоку с автопушечкой, которая сейчас находится в очень приличном бомбическом балансе. Здесь можно также использовать того же страйкера, рельсу даже грома Гаусса, то есть дальнобойные пушки приветствуются. Но я считаю, что на титане в данный период времени вот эта комбинация себя может показать лучше всего. Да, безусловно, есть, как я уже сказал, альтернативные варианты, но сегодня будем пробовать реализовывать именно титана с маку с автопушкой. На титан сразу я взял себе иммунитет от пробития, потому что 100% в осаде и в контроле точек, в тех режимах, в которых мы вместе с вами сегодня сыграем, будут ребята, которые будут играть с пробитием, будут играть на хорьках, будут пытаться пробивать там и нагибать за счет этого. Ну а мы с иммунитетиком, с куполишкой на титане будем пробовать все это дело реализовывать. Если вам нравится эта рубрика, если вы хотите продолжение лучших подборов к корпусам пушечек, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком. Если у нас наберется 150 рабочая, то в принципе продолжим все это дело, конечно же, записывать. Пробуем забрать точку сразу в ходу, очень не кислая карта попадается по песку. Здесь можно точно, уверенно забирать первую строчку, плюс постараться, по крайней мере, дать приличное количество очков. Сразу крит вылетает, очень быстрая работа за счет бустера и критического урона, который на автопушке вылетает, очень часто получается. Ну и сразу видно, что против есть у нас как минимум один игрок, который играет с пушкой, которая дает пробитие, поэтому уже мой титан будет себя очень неплохо показывать. Почему именно осады, почему ЦП? Это те режимы, в которых можно очень просто реализовать тяжелые корпуса без особых проблем. Если же вы будете пробовать на подобных вооружениях катать, например, где-нибудь там в ТТФ, очки в регби, понятное дело, что у вас будет все намного тяжелее и сложнее получаться. Поэтому здесь, если уж выбор у вас стоит на какой режим заходить, да, и вы думаете там, я могу там где-нибудь, может, флажки на Титане потащить, то понятное дело, что это все глупость и лучше всего идти в осаду, идти в ЦТФ, ой, ЦТФ, говорю, идти в ЦП и уже максимально качественно реализовывать свое вооружение. Так, у меня уже появляется купол, я, конечно же, его успешно быстро прожимаю, сливаю Титана, ой, Титан Хантера, который мог бы сейчас все это дело мне подпортить. Ну и здесь пытаюсь накидывать урон, очень пока что неплохо получается по захватам точки и по тому, что у нас вообще, в принципе, получается в этом бою. Конечно же, мы играем на победочку, поэтому здесь стараемся как-то грамотно прожимать свои купола, которые у меня появляются. Ну и нужно попытаться еще и успеть сейчас до захвата, можно было бы не труп прожать, но я все равно успеваю, нормально. Хорошо, точка есть под захватом, сразу прожимаем овердрайв, говорю, прожимаем ДДшечку из бустера, накидываем довольно неплохой дэмэдж по шафту, надо его, конечно же, здесь добивать, ну и стараться сливать еще и других оппонентов, резистов, к слову, от смоки целых 4, да, небольшие особо проценты там, но что я не ожидал увидеть, такое большое количество резов. Я думал, все-таки будет поменьше. Так, поставил я купола, его сразу кто-то перебил, ну ладно, ничего страшного, точку мы точно должны здесь захватывать, если захватываем это 4-0, ну и по очкам идем для такого режима очень неплохо. Главное, конечно же, попытаться сделать еще здесь досрочечку, быстренько все это дело выиграть. 8 киллов, 8 киллов за 4 с небольшим минут на такой карте, при том, что я стою на точках и делаю акцент исключительно на них, это очень неплохой результат. Есть против Хантер, который пытался бы, наверное, прожимать овердрайв, но он этого не сделал. Есть также Харек, который ничего здесь не прожимает. Ну и пробуем, пробуем сразу быстро забрать. Есть еще один замечательный у меня овердрайв, который мы успешно прожимаем. Харек до сих пор овердрайв не прожимает. Ну и смотрите, сколько демеджа летит, смотрите, сколько летит демеджа с этой критической смоки. И я могу сказать, что она до сих пор актуальна. Всего нам потребовалось чуть больше 3 минут, 500 очков, 13 на 2. Очень шикарный рабочий счет для подобной карты. Очень легко, да, то есть здесь нет никакой сложности в этой игре, да. То есть здесь вам не надо никуда там торопиться, лететь, как-то там быстро какие-то моменты реализовывать. Просто встали, начинаете накидывать грамотные уроны и все у вас очень легко реализуется. Отличная карта под сандальчик ЦП. Для титана смоки я думаю, что будет прям вообще very wonderful. Можно будет сейчас просто встать, например, на точку и накидывать очень большое количество демеджа. Вот быстро сразу с бустера сливаю оппонента. К слову, по дронам бустер это не единственный дрон, который можно реализовывать с такой комбинацией. Я думаю, что условный защитник также себя может очень хорошо показать. И если у вас нету бустера, то есть, например, защитник. Вы можете спокойно его брать и реализовывать с подобной комбинацией. Но бустер все-таки там на 3-4 секунды дает вам возможность повышенного урона в определенных моментах. Плюс у вас нет кулдауна ДДшки. Это очень эффективно работает. Даже больше, я бы сказал, не повышенный урон решает, а решает именно тот момент, что у вас нет кулдауна на ДД. И у вас как бы есть на титане купол. Вы прошали купол и зачем вам по сути броня нужна. А здесь с титаном, с куполочком, как раз таки вот эта вот ДДшечка, которая у вас всегда может эффективно работать. Она, конечно же, является вот этой вот полезной составляющей. Так, стараемся сразу забрать, ой, не забрать, проконтролировать точку, которую мы захватили, да, дабы противник не забирал. Но и пока не все очень хорошо складывается для подобного боя, надо, конечно, еще стараться контролировать не только одну, но и хотя бы вторую точку. То есть если я центр контрю, чтобы какой-нибудь молодой человек контролировал еще одну точку. Так, быстро накидываем урончик. Сейчас бы еще купол был бы, было бы шикарно, но пока купола нету, стараемся жить. Но, к сожалению, погибаем. Там у Вика Громаклоу 0 хп осталось. 8 на 2, очень хороший счет за 2 минуты для такой катки. Я думаю, что это вообще очень хороший результат. Мы сразу с респа можем поражать здесь ДДшечку. И меня стопит Хантер, ой, Хантер, говорю, рельса оглушения. Не очень, конечно, приятно, но надо ее слить, надо слить. Изида прожимает овердрайв и опять меня под стан здесь закидывает рельса. Ладно, хорошо, будем стараться сейчас как-то под нее либо не попадать, либо ее быстро сливать. Что иначе, это очень больно стоять так долго под станом. Ну и мы начинаем проигрывать. 4-0 уже летим. Тиммейты забирают одну из точек. Ну и делаем акцент на центр. Сейчас чуть-чуть посейвим купол до того периода времени, когда уже будет больно накидывать. И потом прожмем куполочек и будем пытаться сейвиться. Есть возможность такой реализации. Почему бы не потянуть ее до последнего? Ну хотя бы где-то, чтобы на меня уже пару-тройку танков пушило. И тогда я просто вот так, например, да, прожимаю и спокойно уже здесь пытаюсь сейвить. У Крусейдера есть овердрайв, но если он его прожмет, то по сути мне ничего не нанесет, потому что у меня есть иммунитет от того самого пробития. Это очень, как я уже говорил, эффективно работает. Прожмем аптечку, чтобы появилось ДД. ДДшечку сразу быстро бахнули. Можно было там, конечно, и через мину все это дело реализовать, но через аптеку, потому что полхп было, можно также все это дело бахнуть. 4-1 ведем, но как-то пока не уверенно, если честно. Пока купол есть, точка контролируется довольно просто. Без купола, конечно, уже когда дэмэдж такой некислый начинает влетать потяжелее. Ну и риса вот этот, который стопит, тоже моментами немножко подвешивает. Но пока тянем, пока тянем, это хорошо. Это хорошо, делаем акцент также до конца на центр. Все-таки у меня титан. И если уж я буду кататься по боковым точкам и прожимать там купол, то это будет не особо эффективно. На центре все-таки большее количество танков всегда концентрируется. Что с одной, что со второй стороны. Это по логике вещей так всегда должно работать. Поэтому именно туда мы всегда отправляемся, пытаемся собирать как можно больше оппонентов. Если на мне будет концентрироваться как можно больше противников, то и нашим тиммейтам будет здесь проще. Может быть даже удастся за счет этого как-то выиграть. Не знаю, получится или не получится. Но будем стараться. Две минуты остается до конца. Стараемся сейчас до конца дорабатывать. До конца дорабатывать. Надо выигрывать. Пока моя точка точно под контролем. Еще бы один из тиммейтов бы просто контролировал, например, бэшечку. И нам бы этого, я думаю, что хватило бы. Так, пробуем... Пробуем, пробуем, пробуем не отдать. Но, наверное, меня здесь сольют. Да. Ну и пока что противник тоже не особо захватывает. Рельса вот эта вот с оглушением, конечно, неприятная очень вещь. Но надеюсь, что сейчас меня не стопнет и я ее быстро солью. Так, первый стоп не вылетает. Хорошо. Второй, наверное, тоже не вылетит. Да, второй тоже не вылетает. И сейчас мы его должны быстро добивать. Три точки противник забирает за минуту 20. Очень плохо. Очень плохо. Очень плохо. Очень плохо. Пробуем. Пробуем все равно. Забрать точку. Захват есть. Бэшечки. Бомбу может поставить тиммейт? Нет, не ставит бомбу. Мамонт там прожимает овердрайв. У меня купола еще один будет. Да, то есть, по сути, мы еще один сумеем реализовать на центре где-то. Но этого может быть мало. Этого может быть мало. Этого может быть мало. Урона, конечно, вношу максимум. Просто. Просто максимум. Выдамаживаю. Стараюсь вытягивать здесь катку. Прожимаем купол. И стараемся... Стараемся. Стараемся. Ну, хотя бы эту точку доконтролировать до конца. И, может быть, наши тиммейты сумеют захватить что-то еще. И мы за счет этого где-то как-то потянем. 13 на 5. По сути, времени еще хватает, если забрать две точки сразу. Но в этом плане, походу, все очень плохо. Крит вылетает. Очень хороший дэмэдж летит. Но этого мало. Этого мало. Определенно. Я не сумел один проконтролировать три точки. Но от того контроля, который я делал в одну точку, оказалось совсем мало. 12 секунд до конца. Стараемся поражать последнюю дэдэшечку с бустером. И, может быть, может быть, может быть, еще одного. Нет, к сожалению, не забираю. Ну, и по итогу у нас получается вот такая вот ситуевина, что мы забираем с этого боя 450 очков. Примерно такое же количество я заработал в осаде, но там была досрочка. Здесь без досрочки такое же количество. Что не является, наверное, хорошим показателем для меня. Ну, и в целом, общем и целом, да, то есть комбинация себя максимально качественно реализует, да. То есть у вас есть корпус, который долго живет, у вас есть смока, который наносит колоссально большое количество дэмэджа. Ее можно также реализовывать, например, с тем же Харьком, но даже с Титаном очень эффективно работает. И можно давать и по 30 килов, да. То есть здесь все-таки катки по 6 на 6 попадали. Плюс еще, может, не супер хороший подбор, да. И было тяжело реализовывать определенный момент. Если была бы более такая, менее средненькая командочка, может, я бы и умирал бы меньше, и была бы возможность большего количества набора килов делать, да. Ну, и все же, если я делаю выбор между бустером и защитником, то я отдаю свое предпочтение непосредственно бустеру за счет того, что у меня есть на Титане купол, как минимум, да. И постоянно без КДшная ДДшка мне дает возможность дополнительных килов и дополнительной грамотной реализации. Поэтому я в этом плане исключительно отдаю свое предпочтение бустер. Поэтому, друзья, как-то так. Пишите, что вы думаете по этому поводу, что вы думаете по поводу Титана. Играете ли вы на нем, считаете ли актуальным данный корпус? Стоит ли мне продолжать записывать данную рубрику и подбирать к определенным корпусам, по моему мнению, лучшие пушки? Если да, то поддержите данный видео, жюйте лайком, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну и пишите, какой корпус вы бы хотели увидеть следующий. Ну и если любите такой корпус, любите и думаете, на чем реализовать его, то вот вам одна из подобных хороших комбинаций. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!